Подвели промежуточные итоги отопительного сезона этого года, наметили приоритетные задачи. В ближайшее время должно состояться открытие коворкинг-центра. Об актуальных вопросах говорили на совещании в администрации района. Снежная зима, которой так не хватало в новогоднюю ночь, наконец пришла в Щелковский район и добавила немало работы коммунальным службам. Правда, видимо, не всем. Так, на совещании в администрации глава района поставил задачу повысить качество уборки территорий и обратил внимание на основные жалобы, поступающие от жителей. В частности, на то, как от снега и наледи чистят переход на железнодорожной станции Воронок. Чистят плохо. Надземный переход временами напоминает горку, поскольку снег с ступеней не убирается. Я попрошу, где у нас Суворов, тут нет, поработать с государственным административно-техническим надзором, на место выехать туда, я бы просил бы, Роман Александрович, поставить ему эту задачу, чтобы они выехали туда и, соответственно, штрафовали железную дорогу. Подвели промежуточные итоги отопительного сезона. За все время было зафиксировано всего два продолжительных сбоя. Имели место и незначительные остановки в подаче тепла. Немаловажную роль в данном вопросе играет и человеческий фактор. Зачастую устранение последствий аварии затягивается из-за жителей, которые самовольно вносят изменения в систему теплоснабжения. К сожалению, некоторые жители наши, которые, в общем-то, достаточно халатно относятся к своему жилью, доводят ситуацию до того, что делают перепланировки и, значит, переделывают сами подвод к батареям, значит, у них все это рвется. На данный момент тепло в дома жителей поступает в штатном режиме. Обсудили и предстоящее открытие каворкинг-центра. Это оборудованное всем необходимым для ведения бизнеса пространство. Главным образом, такое помещение будет интересно начинающим предпринимателям, у которых пока нет возможности арендовать полноценный офис. Открытие каворкинг-центра запланировано 31 января. Находится он в здании Сбербанка. Площадь его будет 1500 квадратных метров. Он будет самой крупной Московской области. В каворкинг-центре «Старт», а именно так он называется, смогут разместиться порядка 100 начинающих предпринимателей. Преимущество таких центров в том, что за довольно низкую арендную плату представитель микробизнеса получает функционал крупного офиса. Кроме того, в администрации предусмотрели субсидии для резидентов центра. Те, кто будут снимать рабочее место в каворкинг-центре, они ближе к концу года, когда мы объявим конкурс, они подготовят документы и до 50% затрат мы им компенсируем. Дарья Сеснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».